ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мой запах моря и ледяной ветер, дующий в спину, прервали мой кошмар. Кошмар, наполненный знакомыми голосами и страхом за свою жизнь. Горькое чувство предательства прервало неожиданный звук. Вдали небо заслонило огромный металлический монстр, словно бы вросший в камни. Несмотря на ужас, который внушал мне этот голос, меня почему-то влекло к нему. Мне нечего было терять, и я пошел к свету. Тщательно осмотрев, ни к чему не привел, а никакого механизма, открывающего дверь, никак не мог найти. Я обречу на силы погрузился в свои мысли, а потом вдруг понял, что ничего не помню о том, как я оказался на скале. Но я чувствовал сильную связь с великаном, который стоял передо мной, и в ту же секунду до меня донесся звук. Он вторгся в мое тело, словно идентифицируя меня. Двери открылись. Я собрал волю в кулак и вошел. Так, ну что же, вот такой вот небольшой пролог для нас. Мы в игре. Хорошо, двери закрылись, мы вошли. Ну что, давайте-ка осмотрим. Передвижение, чтобы передвигаться по сетке, использую сад, использую QE. Так, это понятно. Так, мышь пока что не работает. И что ж, я внутри, но не уверен, что это к лучшему. Так, это что у нас? Так, поворачиваемся тоже за счет клавиатуры. Идем дальше. Так, интерфейс костюма еще не доступен. Но мы в игре. Так, смотрим. Пока что я как такового ничего не вижу. Возможно, что-то... Да, можно взаимодействовать. Хорошо. И что мы сделали? Так, мы включили насос, и тем самым открыли двери. Отлично. Впасть монстра. Я так понимаю, это первая голова. Так. Открываем двери. Шагаем дальше себе спокойненько. Так, хорошо. Есть ящик. Так, двигаем его. Хорошо. Еще двигаем. И еще двигаем. Отлично. Так, давайте-ка осмотрим эту комнату. Туман. Что это такое вообще? Похоже на пепел или на туман. Что-то в этом духе. Так. Здесь никаких взаимодействий нет. Что у нас здесь есть? Тихо. Так, доска какая-то непонятная. Так, здесь ничего нет. Хорошо, шагаем дальше. О чем эта игра, на самом-то деле, я пока что не знаю. Включаем насос. Плюс говорили, что она чем-то напоминает Биошок. Так ли это? Посмотрим. Я не знаю, если честно. Так, мы открыли эту дверь. Хорошо. Так, работающий костюм. За эту черту выходить только в работающем костюме. Но у меня нету такого костюма. Так. Не забывайте сохранять игру даже в F5. Чтобы загрузить игру, в последний сохранение нажмите F9. Хорошо. F5. Ну, допустим, мы сохранили наш прогресс. Хорошо. И здесь нельзя ни с чем взаимодействовать. Подбирать пока что мы тоже ничего не можем. Хорошо. Пошли дальше. По-моему, чего-то не хватает. Разве? Ничего здесь не хватает. Ты хочешь сказать, что не хватает вот этих камней или чего? Братишка. Так. Работающий костюм. Или он имеет в виду работающий костюм? Все еще нельзя. Так, костюмы. Теперь вы можете взять из контейнера и надеть один из трех костюмов. Каждый из них в чем-то значительно лучше. Остальных не забывайте выбирать другой костюм. Вы не сможете. Хорошо. Так. Какой контейнер имелось в виду? Вот этот что ли? Не похоже. Может быть этот? Так. Вот. Тяжелый костюм дает постоянный бонус к стойкости. У вас есть шанс отразить атаку нападающего, не получив урона. Этот шанс удваивается, если уровень цельности ниже порогового. Стойкость плюс 30. 25% шанс отражения. Критический уровень цельности 40%. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас есть еще. Боевой костюм дает постоянный бонус к бою. Также наносит бонусный урон каждой третьей успешной атаке. Бой плюс 30%, плюс 50% бонусного урона каждой третьей успешной атаке. Окей. У нас где-то есть еще один костюм. Магический костюм дает постоянный бонус к технике. Также восстанавливает энергию, которая дает значительно ниже порогового. Техника плюс 30, критический уровень энергии плюс 35, восполнение энергии плюс 75. В общем, чтобы иметь, ребята, мы имеем танка, имеем воина и мага. Давайте-ка возьмем воина. Хорошо. Боевые костюмчики я надену. И, надеюсь, мне покажут, как он выглядит. Ведь это так интересно. Так. И хрен тебе, братан. Так, костюмчик мне не показали. Так, знакомое ощущение. Не знаю почему, но мне кажется, что эта часть меня интересна. Откроется ли теперь дверь? Да, дверь теперь откроется. Так, нажмите I, чтобы открыть интерфейс. Так, вот мой интерфейс. Здесь вы можете хранить предметы. Вы можете забирать их отсюда, чтобы разместить их в слоты под оружие и броню. Нажмите I, чтобы открыть экран. Так, ну это понятно. Здесь, в принципе, ничего нового. Все как обычненько. Хорошо. Открывай-ка дверь. Пока что я не пойму, как происходит боевка. Вот это единственный вопрос, который меня интересует. Так, в той стороне что-то есть, а в этой стороне ничего, да? Так. Кнопочка. О, спасибо. Давай зайдем. Так, возможно, сейчас мы сможем налутать какое-то оружие или что-то в этом духе. Если сможем что-то открыть. Так, отлично. Ломик. Лучшее средство для открытия ящиков. Урон плюс 6. Хорошо, давай перевестим в слот для оружия. Так. Да, это понятно. Спасибо. Кое-что для тебя. Доброе утро, Кинли. Так. Тихо. Может быть, это можно просто прочесть? Да. Так, доброе утро, Кинли. Вот то, что поможет тебе открыть новые ящики. Вечером все уже должно быть готово. Только давай без глупостей. Винни-батч. Главный счетчик. Хорошо. Так, насколько я понимаю, теперь мы должны как-то научиться открывать эти ящики. Боявка происходит, кстати, с помощью ЛКМ. Если что. А ящики я по-прежнему не могу открывать. Хотя я думал, с помощью как раз-таки ломика мы сможем открыть больше. Так. Ооо, да, детка, отлично. Зато бочки мы можем разбивать. Так, боеприпасы. Универсальные боеприпасы для всех видов оружия. Ну, спасибо, я возьму их. Так, хорошо. Все остальное закрыто и не поддается взлому. Хорошо, уходим отсюда. Здесь нам, скорее всего, уже делать нечего. У меня есть оружие. Так, соответственно, я уже могу как-то дать сбой. Хорошо, идем дальше. И еще бочки, которые мы разбиваем. Отлично. Так, здесь никакого лута нету. Автокарта. Ваш костюм оснащен картой, которая обновляется автоматически по ходу игры. Если вы заблудились, откройте карту даже в таб. Хорошо, спасибо. Я думаю, стоит сохраниться чуть-чуточку. Отлично. Так, очередная дверь, которую мы открываем. Знаешь, довольно-таки интересный геймплей. Я бы не сказал, что он... Ооо, что это такое? Ты кто такой? Эгэй, давай, до свидания. А ну-ка, отхерячим его. Я уже понял, что его нужно бить, и мы постараемся сделать это как можно быстрее. Да умри ты! Ах ты ж тварь. Ооо, да. Вот так вот. Плюс 10 фумий. Да, было неприятно. Что такое фумий? Неужто это опыт? Так, осмотреть его нельзя, он просто исчезает. Хорошо. Так, мы увидели первого нашего врага. Допустим, это некие дроны. Хорошо. Ну, мы типа с ним разобрались. Необходим ржавый ключ. Где мне найти ключ? С этого дрона ничего не выпало. Пойдем в другую сторону. Так, здесь открыта дверь. Хорошо. Я надеюсь, я не зря выбрал боевой костюм, и он мне поможет как-то. Так, здесь ничего подобрать нельзя. А надпись, соблюдайте осторожность, работая рядом с шахтами и колодцами. Почему? Ооо, блядь. Теперь ясно почему. Ха-ха. Теперь ясно почему, черт возьми. Так. Где мы остановились? Сейчас нам придется заново убить этого мудака. Братан, а ну-ка иди сюда. Черт возьми. Нужно соблюдать осторожность. И я провалился под землю. Я так понимаю, это был колодец, и там я и помер. Хорошо. Да, это было неприятно, но когда... Куда более было неприятно упасть на эти чертовы шипы. Значит, мне нужно быть гораздо осторожнее. Поэтому нужно сохраниться, чтобы больше не повторить такую глупость. Доску нельзя переместить, чтобы можно было по ней пройти. Поэтому мы будем двигать вот этот большой шкафчик. Так, еще бы найти в какую сторону. Было бы вообще отлично. Так, ну, в принципе, я понял. Хорошо. Так, сначала мы сместим его в эту сторону, а дальше будем двигать туда, чтобы он закрыл нам дыру в колодце. И тем самым мы смогли нормально пройти к двери. И еще раз. Хорошо, красавчик. Вот это прям вообще отлично. Так, теперь мы можем спокойненько пройти, открыв дверь. Так, нету никого, нету никого. Хорошо. Главное, шустренько, ребята, осматриваться. Осмотрелись и пошли дальше. Так, кнопка. Спасибо. И еще шкафчики. Я думаю, где-то здесь однозначно должен быть ржавый ключ. Думаю, вы со мной согласитесь. Так, давайте-ка осмотримся. Ботинки рабочего. Отлично. Просто великолепно. Давайте-ка поставим ботинки. Так, и это станция Вапорума. Мой Маркус получил от бюро предложение. Так. Возглавить Вапорума. Плавучую станцию, которая сейчас отстраивается в открытом море. То есть, ребят, мы на плавучей станции. Все гораздо проще, чем какой-то колос и все в этом духе. Мы решили принять это предложение. Мы будем жить на этой станции и руководить исследованиями. Вот так вот. Это будет испытанием для нашего брака. Все годы, что Маркус служил в армии, я был рядом и готова поддержать его и сейчас. Будет нелегко. Я буду руководить большим количеством исследований башни на моей семье. Значительно значит для меня все. Хорошо. Очередную записку мы нашли. Сейчас осмотрим. Может быть здесь, может быть, еще что-то. Ведь я так и не нашел ржавый ключ. То есть, для того, чтобы пройти в ту дверь, мне нужен ржавый ключ. А я как бы здесь больше ни хрена и не вижу. Это уже плохо. Так. Это я закрыл дверь. Но это я тут все осмотрел. Ключей никаких я не нашел. Соответственно, больше ничего нету. Значит, где-то должна быть еще дверь. И она вот прямо передо мной. Хорошо. Заходим сюда. Надеюсь, тут... Да, тут по-прежнему никого нету. Поэтому... Да ладно. Да это пистолет-пехотинца. Урон аж 20. Обалдеть. Хорошо. 20 урона. Так. Спасибо. Оружие я могу в двух руках держать. То есть, на ПКМ у меня теперь будет револьвер. А на ЛКМ ближнее оружие. Так. И в итоге у меня есть еще и 11 патронов. Хорошо. Давайте-ка прочтем новую записочку. Удивительная находка. Ого. Угадай, что я дошел в ящиках, которые прибыли вчера. Оружие. Тонну пушек. Не удержался и взял одну себе. На всякий случай. Кто знает, что там нас ждет. Возможно, скоро все докроется по слухам. В лабораториях что-то пошло наперекосяк. Одному богу известно, чьи води там заеваются. Но нахрена им пушки? Да еще и столько. Да, этот вопрос теперь беспокоит и меня. Потому что я теперь вместе с вами в этом деле. Наконец-то я нашел ржавый ключ. Отлично. И новая записочка. Мне прислали нового парня. Бена Кинли. Кстати, Бен Кинли, который подогнал мне чертов лом. Великолепно. Не знаю почему, но он рвется на самую тяжелую работу. Не понимаю, что может быть приятного в том, чтобы целый день таскать ящики. Но он хороший и малый. Может он хочет понравиться начальству и получить теплое место на заправке. Ха! Вот только начальники к нам никогда не заходят на эту помойку. Всем плевать. Обидненько. Ну да ладно, я забираю ржавый ключ. Так, что тут? Можно что-то разрушить? Это вряд ли. И собрать тоже, соответственно, ничего нельзя. Хорошо. Мы нашли все, что нам было необходимо. И можем возвращаться. Тихо. Откуда ты тут взялся? А ну-ка. Вот так вот. 21 дамага. Давай еще раз. Промах! Твою мать! Ты прикинь, оказывается, можно даже промахнуться. Вот это дерьмо. Давай еще. Давай, 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 давай. Работай лучше ломом. Ну ты что? В самом-то деле. Блин, кстати, лом прям как в Half-Life, да? Ребят. Все, кто видит лом в какой-либо игре, почему-то сравнивает сразу ее с Half-Life. Так, все. Мы убрали еще одного дрона. Я, кстати, не знаю, откуда он тут взялся. Потому что здесь было чисто. Это означает, что... В смысле? Так у меня есть ключ, братан. Ладно. Хорошо. Вот так вот. Хочешь? Вот, спасибо. Так. Нужно все использовать. Нужно взаимодействовать с игрой. Так. Тут у нас идут испарения. Нужно быть осторожным. Я постараюсь. Давай. Оп. Сюда. Хорошо. Мы успели пройти. И сейчас, надеюсь, мы эту хрень выключим. Чтобы она нам не мешала. Да? Нет. Не угадал. Ну, ладно. Все. Вроде бы мы последнюю как раз-таки отключили. Так. Я вижу какой-то мешочек. Сейчас мы посмотрим, что это за лут. Так. Что у нас здесь? Ремкомплект. Ну, ладно. Спасибо. Так. Цельность. Красный индикатор символизирует цельность вашего костюма. Хорошо. Ремкомплект. Это хилочка, друзья. Простыми нашими словами. И если у меня будет критическое состояние здоровья, я буду ее использовать. А ну-ка, иди нахер. Тупой ублюдок. Один выстрел с револьвера. И дальше мы валим его в рукопашечку. Будем экономить патроны. У меня их не так много. Поэтому, мне кажется, это разумная мысль, друзья. Так. Ящик. Хорошо. Это шанс всей жизни. И кирпич. Так. Кирпич? А зачем мне кирпич? Его можно, оказывается, швырнуть или прижать им нажимную плиту. Вот так вот. Хорошо. Так. Я все же и ждал этого момента. Да. Учиться в университете Верховного бюро это престижно. Но теперь я смогу заняться своей карьерой. Наконец-то. Я один из чертежников главного архитектора бюро. И поэтому могу гордиться тем, что внес свой вклад в создание станции в Апарум. Эта башня – доказательство нашего технического прогресса. Как только мы разгадаем тайну субстанции со дна моря чудесного фумия, станция совершит прорыв в науке. И тогда мы покажем всему миру, на что он способен. Так. Это станция под добытию фумия. Что такое фумий нам пока что не объяснили. Но фумий мы выбиваем с наших дронов. Ой! Тихо. Что это такое? Я прям испугался. Слушай. Капец. Я реально испугался. Так. Ну у меня есть кирпич, который я могу положить на эту плиту. Чтобы она больше не упускалась. Вот так вот. Отлично. А? Чувствуешь, да? Ну прям в шарю. Братан, это не ловушка случайно? Нет. Обычная проходная плитка. Хорошо. Идем дальше. Так. Вижу, что можно подвигать. Странные звуки слышу. О! Мать вашу! Что за дерьмо? Это было стрёмно. Слушай. Да ты можешь его убить. Слушай. Давай, 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 давай. Вот так вот нахрен. Это было прям сложно. Слушай. Меня прям поддамажил. Я что-то не понял, но он не смог ударить его монтировочкой нормально. Братан. Привет. Ой, их там много. Их там очень много, братуха. И что мы будем делать? Наверное, мы попробуем подвинуть сначала вот этот ящик. А теперь вот этот. Нет? Этот не двигается? Ну ладно. Хорошо. Давай еще вот этот подвинем. Тихо. Уходим, уходим, братан. Давай, стреляем. Есть дамажик. Хорошо. Ммм. Давай, давай, давай. Нет. Монтировочкой можем валить все-таки. Хорошо. Так, где? Ах, ты же скотина. На, выстрел. Давай еще. Еще стреляем. Блядь, промах. Давай, 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 давай. Вот. Блядь, я потратил патрон, братан. Я потратил последний патрон. Черт возьми. У меня не осталось ни одного выстрела. Вот это дерьмо вам. Эх. Ну, сам, в принципе, виноват. Поспешил. Да. И что делать теперь? Так. Вот здесь я никакого не вижу. Что это такое? Веревка. Зачем мне веревка? Так, это я могу сдвинуть. Хорошо, допустим. Так, есть сундук. Отлично. Найден секрет. Так, здесь есть ржа. Так, рукавица ранг ральфа. Уникальная броня для рук. Ни хрена себе ты смотри. Даже есть отличия. Есть уники, есть обычные. Ни хрена себе. Так, выклил рекрута. У меня есть щит. Ну что? И есть пули. Я думаю, патронов у меня не так много. Монстры сейчас не настолько крутые. Я возьму щит и возьму ломик. Буду пока что так ходить. С глаз долой. Сегодня мне удалось ненадолго вырваться. Пошел за новым грузом с корабля. Похоже, поставки с каждым месяцем уменьшаются. В общем, смена была долгая и тяжелая. Но это ничего. Зато я смог подышать морским воздухом. А знаешь, что лучше всего? То, что здесь меня не видит офис. Что-то все недовольны своим начальством. Не знаю, кстати, почему. Но могу их, наверное, понять. Так, это все. Кстати, а возможно, это можно разрушить или нет? Скорее всего, нет. Они уж очень больно крепко выглядят. Так, сюда я не попаду. Это я, вряд ли, смогу сдвинуть. Это я могу сдвинуть, чтобы открыть кнопку. Хорошо, открываем кнопочку. Так, щит. Как работает щит? Я тоже пока... Ой. Это что было? А что это такое? А-а-а. Не понял, как это работает. Вот черт. Я должен принять на себя этот выстрел, что ли? Но. И... Да. Вот так вот. Блин, игрушка прям-таки наполнена различными загадками. Паука вижу. Не пойму, как работает щит, если честно. Возможно, он... Ага. Он автоматически работает. Хорошо. То есть, автоматически идет деф. Отлично. Вот, еще раз. А то я ПКМ нажимаю. Вот, первый лут. Тоже хорошо. Ремкомплект. Отлично. У меня два ремкомплекта есть. Я пока еще не использую. Так. Дает шанс блокировки прямых атак. 30%. Неплохо. Я думаю, пока что это неплохо. Давайте-ка сходим. Посмотрим, что у нас здесь. Ого. Ого. Это прям серьезно. Слушай, братан, что это такое? Смотри, блоха какая-то. Ты кто такой? А ну-ка иди сюда, сука. Ой, беда. Наверное, ремкомплект надо использовать, да? Да, использовал я первый ремкомплектик. Так, 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 так. Это какая-то жесткая блоха. Как ее убить? Я не знаю. Походу, у меня со всех сторон валят. Да. Меня валят со всех сторон, братишка. Жопа полнейшая. Так, давай попробуем вынести паука. А, я давно не сейвился. А, черт возьми. Неужто я умру? Нет, 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 нет. Да вынеси ты его уже. Уходим, уходим. Ай, блядь. А, сука. Я давно не сохранялся. Реально давно. Так. А есть ли автосейвик? Ой, нет. Автосейвик это прям вообще далеко. К сожалению, я сам видоват, потому что я очень давно не сохранялся. И это моя ошибка. Эх, жаль, конечно. Придется проходить все заново. Но я думаю, тебе это не стоит смотреть. И мы с тобой попрощаемся. Это был Vaporum. С вами был Борода. Это был обзор на игру. Первый взгляд. Если тебе понравилась игра, поставь палец вверх. И поддержи меня в комментариях. На этом все. Всем спасибо и пока-пока.